Mercedes-Benz показал обновленный E-класс не на подиуме Женевского автосалона, а в онлайн-трансляции из Штутгарта. Свежее оформление передней части принесло мини-революцию. Фары теперь визуально представляют собой единый блок, тогда как раньше дизайнеры разными способами старались разделить их надвое. Вдобавок был изменен пластиковый обвес, а у седана появились новые фонари с дополнительными секциями на крышке багажника. На корме универсала сохранились фонари прежней формы, но их светодиодный рисунок стал немного другим. Гамма двигателей пополнилась двумя агрегатами из нового модульного семейства – четверкой и шестеркой. К обоям прилагается стартер-генератор. Вдобавок расширена линейка подзаряжаемых гибридов, их теперь сразу семь на выбор. В салоне главной обновкой стоит засчитать новый руль с эффектными двойными спицами. Потерей, о которой не стоит жалеть, оказалась аналоговая панель приборов, окончательно уступившая место виртуальному кокпиту. Сам экран приборки может быть побольше или поменьше. Для медиасистемы также предлагаются тачскрины двух разных диагоналей. Мультимедиа, наконец, пережила смену поколений. У нее появился продвинутый голосовой ассистент, уже успевший появиться практически на всех моделях марки. Навигатор располагает под системой дополнительной реальности. Ее задача максимально облегчить жизнь водителю, выводя разнообразные подсказки и определяя номера домов. Кроме того, нельзя не отметить обновленный автопилот. В частности, машина научилась автоматически тормозить, реагируя на встречные автомобили при повороте налево. Продажи обновленных эшек начнутся летом. Притом мы почти не отстанем от европейцев. В России модель появится в июле. Причем универсалы традиционно будут возить из Германии, а седаны поставят на конвейер в Подмосковье. Редактор субтитров А.Семкин